Короче говоря, заработала на пятерках. Я пришла со школы домой и пошла в свою комнату. И зашла на ногу. А что? На курок, вон я. Ну, ну, как всегда. Давай, давай, садись, сразу делай. Пссс, давай, тогда покушать. Раньше сядешь, раньше станешь. У меня испортилось настроение. Не ощущайте, как вся жизнь молодая пройдет, мимо меня. А потом что? Я задумалась, но вы стимул учите эти уроки. Тут никакого интереса. Я пошла к маме на кухню. Она щитрала деньги. А ты чё-то как хворная, да? Стимулы не учить. Вообще. Ну и что ты предлагаешь? А вот если бы мне платить за пятерку, я бы отлично здесь стала. Ха, прям так и отличницы. Ну, прям так, да. Мама почесала затылок и решила выплачивать мне по 100 рублей за каждую пятерку. Ну, конечно, деньги небольшие. Давай за это опустим. Так, ура! Так, всё. Мне нужно будет тянуться по учебе. Потому что я хочу купить альбом пиццерс. Я узнала про уроки и села их делать. Я позвонила Лизка. Настя, пошли гулять. Ой, слушай, я немного левого видео делаю. Тебе что, заняться нечем? Я день зарабатываю. Мне малость придёт, тебе 20 минут. Ну, нифига себе. Так, всё, мне негко. Да. Пока. Я продолжила делать в маке. Спустя 3 часа я сделала конструкцию, химию, аудио и литературу. В махе остался только одевать листы. Слеза у меня в другое. Мам, как кухня-то придумываете? Настя, ты спишь, что ли? Иди перекусить. Нет, я уже не делала. А мне задумывалось, что я пошёл. Всё крыло. Вау. Мам, я начала школу логистого языка. Да, она умная. А это как? Я буду учиться дома. На занятиях уже не задаконно. Интересно. Это же круто. А ещё все задания находятся на платформе. Поэтому учебники и распечатки не нужны. А у преподавателей какие? Попытные и незамутные. Можно выбрать русскоговорящего или растительного языка. А ты свой уровень английского задающего. Угу. Но его можно проверить вам. И получить идея новая программа обучения. Да, по ссылке в описании. И в интернете, правильный подарок подходит именно тебе. А по промокоду Гришник, вы можете получить два уроков из плана. Подарок при первой оплате. Со школы я начинала на мукули. Согласно новостью. Я буду с ней. Петёрку. Мама умерла с первой стойкой. Соли. Ага. Не вернула за счет. Ура. Мама удивилась. Я вспомнил про занятия по английскому сухому. А я не знаю, что ты скажешь. И ты. Что? Кручила конь. И начался урок. Кручила конь. 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 А ты ё, опять можно и визитом заниматься? Да. А это что, так эффективно? Конечно. И совсем не скучно. Я в английском у себя самая лучшая группа. На следующий день я пришла со школы. Ну ладно, гордиться, дэй. Сколько нам? Сегодня я включила. Пять. 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 Ты это? Зачем всё так напрягаешь, что ли? Ты с газетом? Погуляй. Семья от него. Мне нужно много денег. Мамо перейдёт. На следующий день новый айфон купить. Икс, ас. А сколько он стоит? Сотых тысяч. Ладно, я не пошла. Мама посчитала свои денюшки и закрыла кошелёк. Оставила мамку без гроша. Спустя месяц все моменты зарплаты перекочевала ко мне. Мама пила успокоительное и занимала мне деньги в долг. Наконец мне это надоело. Мама, ты мне уже десять тысяч должна. У меня от денег в учебы уже попадают. Да быстрее, мама тебя права. Я вскоре без гроша останусь. Ну я уже во вкус вошла. Ну не знаю, пусть и кредиты взять. А чем я, по-твоему, оптовать буду? Ну это же твои проблемы. Короче говоря, заработал на пятёрках. Победителем на самый активный участник моего инстаграма становится Полина Чемкаева. И я передаю тебе пламенный привет. Если ты хочешь получить от меня такой же приветик, то подписывайся на мой инстаграм и будь нём самым активным. Всем удачи, до встречи в соцсетях. Пока. Пока. Пока.